Так, несколько вопросов по поводу партии «Западный выбор». Причем народ как-то активно в последнее время стал интересоваться этим, много людей записывается, но еще больше вопросов. Что за партия, зачем партия, все это можно почитать на сайте партии, партии westchoice.ru.com, в общем набрать в интернете партия «Западный выбор» и тут же сайт появится. У нас сейчас несколько тысяч членов, партия зарегистрирована, это официально зарегистрированная партия, уже давно с декабря, с 12 декабря 2013 года. Сейчас мы регистрировали региональное отделение, чтобы партия имела возможность участвовать в выборах. Мы успеваем к сентябрьским выборам? Нет, мы к сентябрьским выборам, видимо, не успеваем. Мы собираем к 18 июня примерно 46 региональных отделений, нужно 43. Сейчас идет активная регистрация, ну, довольно сложная задача, но мы ее решаем. Подключиться к партии надо написать заявление на сайте, кнопочка «Вступить». Очень просто. Вот вопрос, который сейчас последний задавали. Что это за работа в партии, какие взносы. Взносов никаких пока. Все на такой добровольной основе мы все работы выполняем. Вступить, написать заявление. Участие в деятельности партии. Ну вот, мы принимаем заявление. В сентябре, в октябре планируем провести съезд партии. Нам надо многие вопросы уточнить, выбрать новый состав руководства партии. Я очень надеюсь, что мы с Валерией Ильиничной останемся в бюро партии. Я, по-моему, там не состою. Мы тебя выберем. Не надо. Ну, как хочешь. Ты как была идеологом, так сказать, можешь остаться. Я буду как белая ворона летать на заднем плане. Путин нас переименовал из пятой колонии в белых ворон. Вот я буду как белая ворона летать на заднем плане. Я очень надеюсь, что на ближайшем съезде мы изберем нового молодого председателя. У нас много кандидатов на эту должность. Я рассчитываю, что там даже конкуренция будет. Я хочу остаться в бюро партии, в Координационном совете. Но председатель нужен новый. Это неприлично иметь председателя такого, как я, возрастного. Я буду работать в партии, буду принимать участие во всем. Но вот председатели или сопредседателей... Ну, а то скажут, что у нас партия такая античная. Античная, да. У нас очень... Антики. Да, очень молодая партия. Средний возраст руководителей регионального отделения 24 или 25 лет. Там есть ребята 19-ти, 20-ти летние, есть 40-летние председатели региональных отделений. Но партия очень молодая. Что мы делаем? Мы участвуем в пике, пикеты проводим. Мы принимаем заявления. У нас есть несколько площадок, где идет обсуждение актуальных вопросов. Пока в основном мы занимались строительством партии. Хотя принято заявлений штук 20. Все они на сайте партии есть. Чем должны заниматься новые члены? Привлечение других новых членов. Объяснять нашу программу. С программой тоже можно познакомиться на сайте. Работать. Есть некая градация между работой в столицах и в регионах. Да, конечно. Если в столице пикет на 7-8 человек это жалкое зверище. И ни один журналист на это дело не клюнет. А то, что мы сами это выставим в интернете. Так это можно не ходить никуда. Потому что пикет все равно согласованный. А вот в провинции это будет фактор общественной жизни. Особенно в каком-нибудь небольшом городе. В Тмени, Воронеже. У нас есть несколько региональных отделений, очень активно участвующих в политической жизни своих регионов. Они, кстати говоря, не только пикеты проводят. Они принимают заявления. Они взаимодействуют даже с местными думами, с государственными органами. Участвуют как эксперты в разных работах вместе с государственными органами. Но это тоже часть работы. Какие государственные органы могут пустить западный выбор участвовать в своей работе? Это очень интересный, правильный вопрос, Валерий Ильинич. Что-то я таковых не встречал. Партия зарегистрирована. Мы получили почти ото всех дум предложение начать взаимодействовать. Некоторые так и написали. Критикуйте нас. Мы получили. А, им критики не хватает. Да. Мы, кстати, от Государственной думы получили предложение. Мы теперь по закону имеем право один раз в год выступить в Государственной думе, как зарегистрированный партнер. Вот как раз Жириновский здесь нас износил. Он уже собирался. Да. Значит, то, что касается администрации, все то же самое. Им нужны эксперты. Ну, они так говорят. Понятно, что они... Не нужны им никакие эксперты. Наши, да, наши предложения принимать не будут касательно либеральной экономики, демократических институтов. Они в основном занимаются декоративными вещами. Но участвовать в этом стоит. Потому что это взаимодействие не только с государственными органами власти. Это взаимодействие еще и с избирателями, которые все это видят. Так, я, как старый хронический диссидент, оставляю за собой право ни с кем из них не взаимодействовать. Пусть сначала политзаключенных выпустят, гимн отдадут и Крым вернут. Это, кстати говоря, часть нашей работы. А так близко к ним не подойдут. Тем более, что я не эксперт. Да. Это часть нашей работы. Часть членов партии занимают похожую позицию на то, что сказала Валерия Линична. Но часть еще не разочаровались в такого вида политической работе. И работают. Их привлекают в качестве экспертов. Им это интересно. Ну где эти пронизации можете привлекать? Да, пользы от этого не очень много. Но это надо понимать, что это взаимодействие в том числе и с избирателями. Появляется возможность выступать в средствах массовой информации. У нас многие, кстати говоря, многие руководители региональных отделений, члены просто партии начали заниматься такой информационной работой. Значит, вот из Читы, например, руководитель регионального отделения, он стал корреспондентом Свободы, с Гранями сейчас ведет переговоры, с Каспаровым РУ. Работа информационная такая. Мы очень большая информационная сеть. Появляется руководитель регионального отделения из Петропавловска-Камчатского, Игорь. У нас есть такой очень активный журналист, публикацию размещает на сайте партии или в группе партии. Ее обсуждают, ее распространяют. Очень много на самом деле, что нужно делать. Поэтому, дорогие друзья, вступайте в партию. Мы последнее время из-за того, что было много работы организационной, не проводили, ну вот последний месяц, не проводили дискуссии, видеодискуссии в интернете. Но сейчас начнем этим заниматься. У нас есть возможность проводить даже съезд онлайн. И мы планируем один из съездов провести такой информационный съезд онлайн, когда все смогут подключиться, задавать друг другу вопросы, и мы будем осуществлять какую-то координацию. Партия прошла, сейчас ты скажешь, партия прошла очень большой путь. Год существует, партия фактически существует. Зарегистрировано там в декабре 2013 года, но существует с января 2013 года. У нас уже много событий, у нас там в начале была толпа провокаторов, которые ушли. Остались очень твердые сторонники наших принципов, взглядов, изложенных в программе партии. То есть мы прошли такой еще процесс очищения. То есть легковесные люди, тусовщики, вот они все, так сказать, потихонечку там отошли. И вот эти оставшиеся несколько тысяч, это или ядро партии, я думаю, человек 200. Это те, кто каждый день хотят работать, что-то обсуждать в группах партии. Очень твердое, значит, вот это ядро. Мы спорим, у нас есть разногласия, мы по-разному понимаем разные проблемы. Мы это обсуждаем. Обсуждаем каждый день. Некоторые обсуждают это с утра и до вечера. Вот. То есть и эта часть работы тоже очень активно ведется. Предвижу возражения, что я это могу делать и сам. А вот не можете вы это делать сам и один. Никому неизвестный человек, за которым никто не стоит, не будет никуда подпущен, не будет никуда допущен. И если он не какой-нибудь гений самовыражения, такой, что может сам завести себе аккаунт, как Альфред Кох, и набрать кучу подписчиков, а это редко встречается, для этого надо кое-что иметь в бэкграунде, то и слушать никто не будет. А здесь на вами как-никак будет стоять некая история, наши имена, твердая позиция. Кстати говоря, есть еще один очередной момент. Хорошие программные документы. Это взаимопомощь. Не только вот эта информационная. Но у нас возникали всякого рода инциденты в регионах. И мы в силу, так сказать, возможностей оказывали поддержку. Во всяком случае, член партии, западный выбор, федеральная партия зарегистрирован. Это не то же самое, что просто прохожий на улице. Мы своих членов защищаем, это очень важная часть работы. Ну там отдельно взятый демократ сейчас просто потеряется, как иголка в стоге сена. Это не будет совершенно эффективно. Я хочу предупредить, что вот эти заявления, которые были сделаны, ну для этого надо быть мастером типа Константина Борового. Естественно, 20-летний человек сразу не научится делать такие заявления. Не преувеличиваю. Вот это сугуль за вами стоять. У нас идет такая образовательная работа. Люди пишут заявления, мы это обсуждаем. Некоторые заявления стали основой для принятия общего заявления. То есть работа ведется. Чтобы подключиться, надо зайти на сайт партии и написать заявление. Вот, а очень много писем, там, расскажите про партию. Все написано на сайте. Все наши заявления, даже ролики некоторые наши с Валерией Ильиничной. Программа партии. Сейчас, после регистрации региональных отделений, будем размещать и координаты региональных отделений. Туда можно будет обратиться.